здравствуйте в эфире телеканала дон 24 программа первые лица и сегодня у нас в гостях директор южного эти парка евгений полуенов евгений владимирович добрый день добрый день наверно первый вопрос самый логичный что такое южный эти парк расскажите да как он был создан кем когда какие вещи южный эти парк это инфраструктурный проект который создан для того чтобы создать условия молодым ребятам стартапам молодым проектам создать свой бизнес найти свою целевую аудиторию создать продукт который будет востребован на рынке мы работаем с 2014 года и созданы были на базе региональной корпорации развития по инициативе губернатора ростовской области и за это время мы основное наше направление это акселерационная программа которую мы реализуем уже седьмой набор сейчас у нас проходит акселерацию мы поддерживаем ребят даем им экспертную поддержку мы им даем размещаем их в помещениях даем технологию создания своего продукта и технологию вывода его на рынок вот этим занимаемся могу подробнее по цифрам рассказать да ну вот туда по цифрам если можно да у нас за время проведения акселерационной программы как я уже сказал седьмой набор у нас сейчас идет было проанализировано почти 900 заявок это 875 заявок нам было подано для участия в акселерации из них мы отобрали всего двести тридцать пять проектов это именно проекты то есть это группы компаний ребят которые заняты производством какого-то продукта или какой-то услуги двести тридцать пять проектов которые мы отобрали они к нам пришли на интенсив и уже за интенсив это недельный курс который с нашей стороны является отборочным мы за счет этого во время проведения этого курса можем определить перспективы развития команд то есть смотрите выбираем да смотрим отбираем ну в основном отбираем по исполнительности то есть мы если мы видим что люди исполнительные они хотят они это могут сделать мы конечно их принимаем и с ними работаем если мы видим что даже несмотря на то что проект может быть слабый то есть мы понимаем что люди которые к нам пришли они даже если с этим проектом не получится они с новым проектом придут то есть это такая это такая экосистема которая в внутри себя то есть люди никуда из нее не деваются они либо в новые стартапы попадают либо те которые становятся успешными они уже становятся экспертами они иногда становятся инвесторами уже в новый стартап и так далее и в итоге проведя шесть предыдущих акселерационных программ мы выпустили 81 компанию на рынок то есть они работают ну это естественно с 2015 года начиная у нас первая акселерация была в 2015 году за это время да у нас выпущена 81 компания у нас привлечено несколько десятков миллионов рублей инвестиций это ну порядка 40 миллионов рублей инвестиций цифра с одной стороны небольшая а с другой стороны на начальном этапе развития стартапу требуются небольшие суммы там пол миллиона миллион два миллиона и они значительно повышают шансы на живет на успех до сказали про интенсив как я так понимаю что это первый цикл работы да так скажем их вот их стартапов у вас войти парке что дальше то есть какие циклы еще не проходят на самом деле интенсив это уже второй это второй бора первый этап отбора то есть у нас постоянно идет прием заявок на участие в акселерационной программе а сама акселерационная программа проходит четыре месяца в первом полугодии это с февраля по май во втором полугодии с сентября по декабрь прием заявок открыт постоянно те проекты которые успевают податься к очередному набору соответственно мы их начинаем отбирать второй этап это уже соответственно интенсив это такой недельный курс куда мы приглашаем именитых знаменитых спикеров которые имеют опыт успешного создания проектов вывода их на рынок те которые являются экспертами не только у нас в ростовской области но и на федеральном уровне мы их приглашаем они делятся опытом рассказывает как это происходит рассказывает основы методики как правильно как правильно выводить да как как сделать так чтобы не продать квартиру машину взять набрать кредитов и не прогореть вот то есть есть особая методика нас она называется customer development и она подразумевает постепенный выход на рынок без значительных финансовых затрат вот то есть сначала проверь сначала продай свой продукт а потом уже его начинай создавать то есть методика примерно такая и те кто проходят интенсив они уже получают определенный набор знаний навыков но для того чтобы их применить на практике как правило нужен ментор человек который будет постоянно держать в тонусе постоянно подсказывать толкать направлять и не давать расслабиться потому что это это и есть смысл акселератора то есть акселератор от слова ускорение ускорение да и в этом плане те кто действительно вот вник в методику customer development они имеют возможность четыре месяца потом интенсивного развития мы примерно определили что четыре месяца интенсивного развития в акселераторе примерно равняется двум годам обычного развития кто те ребята которые принимают участие в ваших проектах то есть вот кто может принять участие так скажем просто прийти вот может любой человек не принять участие да подать заявку да но у нас есть небольшие ограничения географические это естественно ростовская область это южный федеральный округ крым крымский федеральный округ и ставропольский край это обусловлено тем что сама по себе акселерационная программа ну как правило требует личного участия потому что если не уделять основное время созданию проекта и создания созданию продукта то практика показывает что это так скажем побочные вещи которые не так важны для человека то есть если это неважная вещь то соответственно он и усилия прикладывает соответствующее поэтому мы определили ряд регионов которые которые недалеко от нас находятся да и из которых проекты как правило могут сюда приехать и здесь проходить вот эту акселерационную программу это одно ограничение а второе ограничение оно вытекает из нашего отборочного процесса как я уже сказал это исполнительность и целеустремленность это уже говорилось поэтому мы работаем даже не только с юридическими лицами это могут может быть компания ребят до группа людей которые заданы одной целью которые стремятся к какому-то результату ну есть какие-то ограничения по проектам то есть вот допустим вот на эту тему вы проекты не рассматриваете на эту тему рассматриваете или вот вы знаете ограничений нет у нас проекты на самом деле абсолютно разных направлений у нас от систем лояльности и доставки до проектов в сфере искусственного интеллекта нейросетей до проекта в сфере обработки больших данных до интернета вещей и так далее есть и сельское хозяйство есть и экологические проекты каждому проекту нужен свой подход мы последний вот на в текущем наборе сделали отдельный трек отдельное такое направление отраслевой акселератор с компанией фаренгейт лаб это отраслевой акселератор в сфере разработки игр и эксперты компании фаренгейт лаб помогают нашим ребятам которые стартапам которые в сфере производства игр развиваются помогают найти своего потребителя выйти на рынок это очень такое узкое направление но достаточно эффективное потому что рынок компьютерных игр он измеряется миллиардами долларов то есть это важно достаточно так скажем крупный рынок очень про визит во францию ростовской делегации области да что это будет за визит можете подробнее рассказать кто туда поедет кто будет представлять наш регион это визит под председательством губернатора ростовской области он приурочен с одной стороны к проведению выставки сиал это продовольственная выставка она проходит раз в два года в париже и соответственно вместе с губернатором туда поедет бизнес представители крупных компаний такая бизнес миссия своеобразная для презентации вот полноценной презентации инвестиционного культурного и других потенциалов ростовской области для вот налаживания взаимоотношений между ростовской областью и франции с нашей стороны туда поедет три проекта это проекты которые которым во первых интересен рынок франции потому что там естественно будут люди которые с той стороны могут помочь в выводе продукта на рынок привлечение целевой аудитории с другой стороны которые уже здесь имеют реализованный проект который уже продается то есть продукт в принципе имеется да то есть есть что показать и есть о чем договориться на дальнейшее развитие отношений вернемся в россию из франции так скажем да конференции южный демо дэй что это такое расскажите о ней у нас во время проведения акселерационной программы а точнее по окончанию акселерационной программы проходят инвестиционные сессии то есть те проекты которые за четыре месяца прошли путь от идеи до продукта и до продаж в принципе уже готовы презентоваться перед инвесторами поэтому раньше методика у нас была такая после окончания акселерационной программы мы устраивали инвестиционную сессию приглашали инвесторов показывали проекты которые у нас выпускаются сейчас мы в начале прошлого года в начале этого года мы поняли что такой формат ну ограничивает нас немножко потому что мы показываем только те проекты которые у нас выпустились и только те которые готовы а предыдущих выпускников те которые уже работают на рынке и плюс стартапы которые через нас не проходили но которые все равно есть и их очень много на донской земле они не попадают к инвесторам и в этом плане мы решили сделать мероприятие которое охватит все слои все направления стартапов которая привлечет инвесторов не только регионального но и федерального масштаба а некоторые инвесторы которые были у нас они и за рубежом имеют свои активы фонды и в россии венчурные фонды которые инвестируют в проекты на начальных стадиях поэтому вот цель мероприятия была именно свести тоже да продемонстрировать он он так и назывался южный демот день то есть это демонстрация потенциала ростовской области в сфере стартапов и в сфере инвестиций мы показывали что можно куда можно проинвестировать какие проекты у нас есть и их перспективы цифровизация новые направления я так понимаю работе вашего парка да я расскажу в общем концепцию да как мы к этому пришли ведь сама акселерация как я уже говорил она ну как правило на уровне идеи набирает проекты да хотя были примеры проектов которые к нам приходили уже уже действующие но они приходят к нам и говорят ребята ну вот мы продаем к нам приезжают забирают наше оборудование и увозят мы знаем что есть интернет и мы знаем что в интернете есть огромное такое население скажем да которая которая является потребителями наших продуктов но мы не знаем как до них добраться и и в этом плане вот когда мы осознали что есть такие проекты и их на самом деле много в это время как раз после выборов президента у нас появился майский указ в котором направление цифровизации выделено как одно из наиболее перспективных цифровизация всего и в частности цифровизация бизнеса поэтому мы решили сделать отдельное направление для тех проектов которые уже тут то есть это уже для юридических лиц фактически то есть которые уже работают на рынке но которые понимают что есть огромный потенциал в каких-то новых способах доведения до клиента вот информации о себе или способов привлечения клиентов или способов производства или автоматизации каких-то процессов внутри это может быть все что угодно но они понимают что они должны обратиться к специалистам которые им помогут либо снизить затраты либо увеличить прибыль спасибо большое за интересный разговор что пришли к программу это была программа первые лица на телеканале дон 24 меня зовут ван полехин увидимся и